вот смотрите откуда взялись первые успехи вот это 30 лет назад ну может 25 лет назад 28 лет назад вот все предельной крупности вот на это обратите внимание восьмидесяти граммовый сливы и абрикосы вот все у меня оранжевая да все абрикосы развивать видите вдруг вырастает вот такие ярко-красные необыкновенно чисто красная так вот значит вот эта фотография 2017 года это выросла у сергея железова саженцы так из косточек вот уже догадались вот и манжурского абрикоса а это один из его этих сыновей вот и еще вот видите и вот здесь вот скрываются не все может быть каждый десятый каждый двадцатый вот эти чудеса а их не должно быть потому что в манжурский абрикос видели уже в сотнях моих фильмов они желтые а половина из этих банок это сыновья манжурского абрикоса вот может дать чудес но откуда почему кто-то уже догадался кто-то нет и вот когда начал это видеть фотографии плохого качества этом давнище какой-то прогрессе какой-то 25 какой-то 15 смотреть сюда внутри сюда вот это вот это вот это вот знаете когда черный абрикос стал крупнее но потерял черность ладно вот черносливы вот сливы венгерки разновидности вот это уже 100 граммовые вот 80 граммовые сливы прививка сливы на абрикосе вот а вот еще чудеса еще крупнее а вот еще вишни привезены с украины дедовского сада так хотел назвать слива дед или слива иван дедов фамилия иван ой имя иван вот но не решился вот посмотрите еще на чудо посмотрите еще колновидное яблони начал вот с этих раз два шесть яблочек да по своей методе вани кто-то знает уже о моих подвоях знаменитых а кто-то и не знает но я просто говорю а вот мировой рекорд один из трех вот видите скромненько сибирь подумать причем я противника размножения колновидных яблонь их продажа потом вот войлочная вишня простой отбор из 40 деревьев самый сладкая теперь размножаю вот получать такие чудеса вот такие чудеса вот такие вот такие вот такие маленькие да вот такие еще больше а вот это видите посмотрите вот это с такой сливой черная черный абрикос черный принц стал вот таким можем причем заметьте все это в те годы когда я вот специально стучу обзывать себя не стал но постучал вот с этого стала вот это это стоит 110 грамм у меня она же есть на вы на этом на на весах вот значит здесь тоже несколько советов вот это так называемая тепловая подушка так вот допустим смотрите видите смотрите вот этот персик хасанский да это родительское дерево это чудо и чудес который обнаружил сизой которая была замерзшая в усмирство минус 45 было вот от корня восстановилась непривитое и у него было страшный недостаток в зиме зелёные плоды и вот такого размера вот последний на ноготь большого пальца чуть крупнее вот а дальше я еще раз говорю смекалку включайте это она же вот вот видите вот этот же сарай да смотрите вот она сейчас покажу а тут не видно вот 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 видели как кто-то уже понял дальше пойдем все равно держу напряжение к первая фотография еще сделана мыльница черная корневский абрикос красавида похож два раза крупнее ну дальше говори это про вкус я уж не буду некоторые увеличить не удалось я удалось удалось я не пытался увеличить что получилось то получилось итак амур вот я на всякий случай прикалываюсь над этими вот мы живем стране дураков потому что и я дурак я обжигался я купил однажды самую первую четыре саженца оказалось кислючая не плода и не с тремя пола плодиками за десять лет вишня несъедобная абсолютно как ногти размером как ногти на мизинце да а продавали под видом череши поэтому я с вами друзья вот все делают они вот это моя фотография выдержать такой вес не может абрикос вот урожайный это амур с моего сада подчеркну я для прикола его повернул вот так видите просто развернув как позволяет техника настал похож на что внимание или просто использовал у меня таких фотографий сотню которые я мог бы выдать за колновитки и вот а вообще я вам скажу колновиток этих этих черешни сливы яблони груш природе ну кроме яблони вот вроде не существует когда-то мы будем проходить как буквально за за год за два испытать новые сорта а чё вот они несъедобные а как я их быстро довел дополнение за один год расскажу придет время снова вот моя болезнь гигантизма видите вот теперь дальше пойдет другая тема а раз другая то я теперь что и и и и и и